Здравствуйте подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее видео решил снять именно для любителей кипарисов и для любителей экзотических различных растений, которые планируют люди выращивать в открытом грунте, в тех регионах, где они не растут. По кипарисам очень много сейчас начали задавать вопросы у многих людей, ну не у многих, скажем, два клиента у меня, у которых вот была ситуация с заболеванием кипариса. Одна из подписчиц пришла ко мне, принесла фотографию кипариса, где-то она покупала, то ли на трассе где-то покупала, то ли где-то в какой-то центр заезжала, покупала этот кипарис. В общем, она высадила его, и кипарис болеет, в общем, в итоге. Как это отражается? То есть, как таковой зелени на кипарисе нет, он такой вот стоит, как будто бы и не растет. Внутри у него, у меня так нет, чтобы показать вам, вот внутри у него как будто бы такое все пожухлое, вот у меня, видите, даже внутренние веточки, все зелененькие, а там оно пожухлое такое. И задает вопрос, говорит, а что делать, как быть, ну я и рассказывал, чем надо обработать, чтобы было все хорошо. И таким же способом вот товарищ мой тоже у меня брал кипарисы, все кипарисы в отличном состоянии, один кипарис получилось как бы, внутри кипариса получилось как паутиный клещ, скажем так. Он мне прислал, и говорит, похож на паутинный клещ, то есть, как в паутине все, и ветки не развиваются. В общем, чем обработать, если вот у вас такая же ситуация на кипарисах, как вот я в этом году, скажем так, столкнулся, столкнулся не на своих кипарисах, а, ну, люди мне присылали и задавали вопросы. Обычно такие вот паразиты, это паразиты, либо это клещ паутинный, либо, может быть, совместно с щитовкой. Возможно, какой-то грибок, возможно. На всякий случай лучше пройти еще противогрибковым. Чем можно пройти? Пеноцид плюс ракурс добавляете. Ракурс отдельно, препарат есть, отдельно есть пеноцид. Вместе смешиваете и обрабатываете. Пеноцид, он идет от паразитов различных. Ракурс идет от грибковых заболеваний. Да, всякие там шуте, муте, вот такое вот. В общем, обрабатываете и прям хорошо внутрянку все проливаете, и болеть не будет ничего. Вот, я на своих кипарисах еще ни разу не столкнулся с какими-то заболеваниями, болячками и так далее. Но вот у людей заболевания, болячки есть на каких-то кипарисах. Поэтому вот этим обработать. Либо можно обработать октару, просто купить октару, развести с водой, там написано, по-моему, на 10 литров она разводится. И октарой хорошо, хорошо, полностью прям промочить. То есть обработку лучше производить не в солнечные часы, не днем, а лучше либо рано утром, либо ближе к вечеру, там после 6, после 7 часов вечера. Когда уже солнце садится, лучше произвести обработку. И желательно, чтобы дождя не было хотя бы, ночью не было дождя, если вечером производить. Хотя бы, ну не знаю, несколько часов не было дождя, чтобы это все подохло. Вот, в принципе, все хвойные растения нуждаются в обработках, в профилактических. Если вы делаете профилактические обработки, то болезней у вас, в принципе, никаких на растениях не будет. Сейчас покажу вам, также по растениям клумбы практически я доделал. Сейчас покажу, что и как я посадил. В общем, начинаем. Вот молодая клумба, ну свежая клумба у меня идет. Начинают зацветать уже гортензии. То есть это малиновый прям цветет гортензия, очень красивая гортензия. Но еще она только-только начинает окрашиваться. Вот это как новый сорта гортензии. Это темный ангел. Гортензия, ну розовым цветет, такая вот розово-малиновая. Листья у него, чем она интересна, что листья у него такие вот, как бы, темные листья. Здесь, посмотрите, какой лист огромный. Это очень крупные цветы здесь на этой гортензии. Ну, еще пока не видно. Вот так. И вот еще гортензии. Сейчас пробегусь вам, быстренько покажу. Вот гортензия у меня в грунте. Вот это. Вот он начинает уже тоже окрашиваться. Видите, розовый цвет появляться. Потом гортензия вот эта. Это прям малиновая гортензия. Прям ярко-ярко-малиновая. Но еще пока не окрасилась. Еще только-только. Вот олеандр цветет. Вот этот олеандр вообще массово цветет. Он и в прошлом году так же цвел. То есть, ну вот как-то так. Для тех, кто боится в открытый грунт высаживать, можно высаживать в катки. И ставить в катках. Они все лето цветут. На зиму занесете в топ. Вот. Вот еще гортензия. Вот. Посмотрите, сколько цветоносов. Вот. Все растет в открытом грунте. Не укрываю. Это тоже вот малиновые гортензии. Вот. И вот там вот из черенка она и выращена. Вот. Внизу. Тоже, в принципе, все живое. Все растет. Идем дальше. Здесь уже показывать не буду все, что у меня есть. В предыдущих роликах показывал. Основное вот по клумбам хочу показать. Здесь насыпал свежую землю. Сделал свежие дорожки. Цефалотаксус. Вот, пожалуйста. Растет. Чувствует себя прекрасно. Поливаю. Многие задают вопрос, как часто вы поливаете. Следите сами за растением. Если растение чувствует себя плохо, видите, повяли листики и так далее. Лучше полейте. Не ждите вечера. Полейте днем. Чтобы растению было хорошо. Часто бывает гортензии. Приходишь, днем смотришь, на солнце они завяли. Вот так стоят листики завялые. Лучше полейте. Не ждите вечера. Полейте хорошо его. Чтобы гортензия нормально выглядела. Вот. Это цефалотаксус желтый какой-то. Видимо, другой сорт. Потому что я думал, это такой же цефалотаксус, как и вот этот я покупал. Но вот, по всей видимости, он желтый. Думал, он в тенечек посажу. Он позеленеет. Нет. Желтенький. Видимо, другой какой-то сорт. Но это не тис. Это цефалотаксус. Даже вот по веточкам видно. Очень в печальном состоянии был. Вот. Видите, вот в таком состоянии. Ну, живой. Растет. Дальше здесь у меня что идет. Вот этот вот кипарисовик. То, что я показывал. В принципе, начал расти. Вот. Многоплодник. Вот посадил. Лавровишня лузитанская. Вот здесь вот между ними еще место есть. Можно тоже что-то такое невысокое вот тут воткнуть. Какой-то кустарник. Пока ничего не втыкал. Дальше идет цифалотаксус. Или головчатый тис. Есть форчуна. А это тис. Ой, головчатый тис. Головчатой тис Харингтона. Вот. Вот так выглядит. Это второй год ему. Выращен мной из семечка. Вот так выглядит. Камелии, пожалуйста. Вот. Тоже выращенный мной из семян. Тоже второй год им. Высадил в открытый грунт. Задают, кстати, вопрос мне подписчики. А как вот вы планируете их укрывать или планируете на выживание сажаете растения. Честно говоря, для меня важно, чтобы растения адаптировались к нашему климату и росли у меня в открытом грунте с минимальным укрытием. Ну, естественно, если я буду видеть, что синоптики обещают температуру ниже, допустим, там минус 10, минус 8 градусов, ниже будет. Естественно, часть растений я укрою. Естественно. То есть такие теплолюбивые я все поукрываю. Если температура будет, в принципе, относительно до минус 8, естественно, ничего укрывать не буду. Ниже минус 8 будет, буду укрывать. Минус 10, минус 12, минус 15 будет, буду укрывать. А так, в принципе, укрывать и не планирую. Это вот новый сорт у меня получился. Это кипарис. Ну, скажем так, Татьяна назвал его. В честь тещи, скажем так, этот кипарис назван. Вот, желтенький. Видите, у него прирост. Потихоньку-потихоньку новые сорта вывожу и называю в честь там своих, скажем так, близких родственников. Вот. В общем, как-то так. Вот. Вот такой кипарисовик. О, кипарисовик. Кипарисовик. Принес сюда на клумбы также пальмы свои в больших горшках, в катках выставил. Пока высаживать их в грунт не буду. На следующий год они пойдут в грунт. Пальмы. Это у меня... Вот, пальма. Забыл, как называется. Ладно, вспомню, расскажу. Здесь у меня высажен пиния сосна. Здесь вот высажен. Скорее всего, сгорит он. Это японский клён пальмолистный. Вот здесь посадил в грунт. Просто для эксперимента. Два штучки небольших. Посадил корделину южную две штуки. Или корделина австралийская две штуки посадил. Как будет, будет. Без укрытия буду пробовать. Посмотрю за сезон в открытом грунте, что вырастет. В горшках у меня пока она вот так вот выглядит. Вот. Это годовалый сеянец. Год ему. Второй год вот уже пошёл. Вот пока так. Вот Вашингтония нитчатая. Вот там повсходили Вашингтонии робусты. Ну вот нитчатая Вашингтония. Конечно, ломаются у него на ветру. Сильный ураганный ветер был. Ну, поломались, конечно, у него. Но зато посмотрите, какие стволики толстые. Это годовалые сеянцы Вашингтонии. Это хомеровцы. Забыл, как назвались. Вот хомеровцы. Вот, пожалуйста. Хомеропс. Трахикарпус. Обратите внимание, какой низкий трахикарпус красивый. В грунте у меня... Это у меня... Сейчас скажу. Криптомерия японская. Элеганс. Вон в Вашингтоне ещё. Здесь вот посадил олеандр в открытый грунт. Видите, тоже зацветает. Вот в горшках, в трёшках сидели они у меня. Вот сидит. Также вытащил на солнце пальму. Это у меня, наверное, четырёхлетка. Финик пальчатый. Вот так вот выглядит. Прямо на открытое солнце поставил. Здесь клумбу поливаю. Заодно я это всё буду поливать. Потому что там стоит, туда вода не попадает. Ну, решил так поставить, чтобы хотя бы клумба немножко более или менее выглядела, пока с растениями была. Вот, конечно, здесь надо застилать тоже тканью. Тканью застелю вот этими катками сверху попридавливаю. Пока. Ну, вокруг растений щупой засыплю. В общем, пока так. Так, моя магнолия вечно зелёная. Видите, снизу выбивает. Хоть она и повредилась очень сильно, ствол. Но вот снизу выбивает. Поэтому магнолия живая. Корневая живая. В общем, выбит. Один стволик оставлю, остальное всё посрезаю. Вот, пожалуйста, камелия. Вот это, по-моему, горная камелия. Вот она. Вот этот сидит. Это секвойодендрон сидит. Пока роста как такового я не вижу. Ну, и не вянет. Посмотрим. Регулярно поливаю. Поливаю каждый день все растения. Потому что пересыхают на открытом солнце стоят клумбы у меня. Это вот у меня лаврушка. Лавр благородный. Вот эти растения солнце не переносят. Их вот пришлось поставить в тень. На солнце, видите, пообгорали. Вот, ну, живые растут. Ветром пополомало листья. Вот, видите, лист просто был сломанный ветром. Пришлось срезать его. Вот орека тоже очень сильно от ветра пострадала. И солнцем, видите, подгорает. Ореку надо вообще в тень куда-то ставить. В тени она растёт вообще шикарно. Но солнце не любит. Сразу скажу, солнце горит. Сколько не пробовал, уж второй год горит. Вот такие вот у меня есть, пошли в рост. Это айва, мушмула японская. Вот, пожалуйста. Есть мушмула германская, листопадная. А это вот лично зелёная, мушмула японская. Где-то в каких-то источниках пишут, то минус 15 и выдерживает. В общем, для эксперимента посадил. Посмотрим, что это будет. Это из Сочи привёз. Вот, уже были на них молодой прирост. Видите, вот, пообсыхал при пересадке. Ну, повредили часть листвы, но он живой. Вот, видите, листья где-то были изъедены, где-то что-то. Ну, я думаю, сейчас начнёт расти. Вот, в открытый грунт один посадил. Много места нет, один посадил. Также посадил вот то, что я показывал. У меня были маленькие араукарии чилийские. Вот, видите, вот это прошлогодняя, которая практически не росла. Вот, ну, как видно, вот, видите, пошла она в рост. Сейчас попробую увеличить. Вот, пошла она в рост. Ну, посмотрим в открытом грунте. Буду показывать, как она себя будет вести. Вот дуб пробковый. Смотрите, обратите внимание. Вот, в грунт, только в грунт посадил, вот этот молодой прирост начал расти. То есть, корню не хватало места в по-девятке. То есть, по-девятке она сразу пошла в открытый грунт. Дуб каменный сейчас покажу. Вот дуб каменный. Также вот небольшой я посадил его, дуб каменный. Вот сидит. Это вечно зеленые все дубы. Со съедобными плодами. Вот, посмотрите. Вот, в общем сидит. Вот ногоплодник. Один ногоплодник у меня здесь, сюда высадил. А один ногоплодник у меня там перед воротами посажен. Еще есть две кунингамии, которые тоже куда-то посажу. Пока не знаю куда. Пока вроде как и так их много растений посадил. Вот. Сейчас кажется, что здесь растений много за счет вот этих каток. Катки если убрать, то в принципе расстояние более или менее от растений друг от друга. Был сильнейший у нас ураган. Где-то до 35 метров в секунду доходил. Ломал деревья, гнул там, падали деревья на машины и так далее. По Краснодару здесь. У многих очень людей поломало много деревьев. А также поломало побеги винограда. Вот. Те, кто не успел подвязать. Ну, я не исключение. У меня тоже часть побегов, то что было подвязано нормально. Часть побегов было просто сломано. По пальмам. Очень сильно трепало пальмы. Вот. Особенно вот этот молодой лист. Вот видите, который вышел. Но вот, как видите, не сломало. Вот, лист целый. Пальмы крепнут на, скажем так, на ветру крепнут. И на сильном солнце. И на, ну скажем так, привыкают к открытому грунту. Посмотрим, как они в открытом грунте и росли в Сочи. Я из Сочи, из открытого грунта их привез. То есть, ну вот посмотрим. Это растет. Это явно видно живая. Она растет. Вот это роста, как такового, пока не вижу. Ну вот вроде как бы листик, ну немного вылез. Вот этот листик немного вылез. Ну пока сидит. Не знаю. Поливаю, слежу. Ну тоже сильно ее не сломало. Вот некоторые, видите, вот фрагменты. Листьев, ну просто поломаны. Это старые листья, потом я их срежу. Молодые вылезут, старые срежу. Криптомерия. Джинджер. Вот или динджер. Вот ее сорт. Она шариком растет. В общем, вот так вот она выглядит. Питоспорумы. Вот это питоспорум или смолосемяник. Питоспорум табира. Пошел наконец-то в этом году в открытый грунт. До этого был в горшочках. Кстати говоря, молодые, они в горшках мерзнут зимой. То есть под открытым небом, если оставить, они вымерзают. Потому что это уже вторая партия питоспорумов, которые я выращиваю. Решил высадить в грунт. В общем, посмотрю, как они будут. Пишут тоже где-то до 15 мороза, они выдерживают. Кто-то пишет до 15, кто-то до 12. Кто как пишет. В общем, посмотрим. Тоже буду показывать, рассказывать. Это обычный питоспорум видовой. Не сортовой, а обычный видовой питоспорум. Выращен из семян. Колоцедрусы, пожалуйста, выращены из семян. Тоже пошли в открытый грунт. Вот сидят. Ну, посмотрим, как они себя будут вести. Вот. Ну, сидят пока. Что еще? Камелии. Камелии вот я показал. В принципе, не обгорали листики. Листики, в принципе, чувствуют себя нормально. Что вот у этого, что вот у этого. Много посадил. Вот еще один питоспорум. Вот здесь их два штуки. Вместе посажены. В общем, в открытом грунте. Как я их сажал? Выкапывал яму где-то на штык. Лопаты выкапывал. Насыпал туда покупную землю. И прям с комом доставал из горшков. Вот в трехлитровых горшках доставал. Ставил под уровень земли. И вокруг обсыпал также покупной землей. Все поливается. Потихоньку-потихоньку начнет расти уже в эту землю. Вот. По секвойодендрону. Вот этот видно живой. Скорее всего, он в этом году начнет расти. Начнет расти, высажу его в открытый грунт. Этот пока сидит. Особо роста не показывает. Сидит. Это все с корнями. Это секвойодендрон. В молодом возрасте очень тяжело сохранить их. Скажем так. Это арбутус или земляничник. Вот посмотрите, как он выглядит. Желательно, конечно, его подвязывать. Если не подвязывать, он криво, косо растет. Ну, тоже это имеет свою декоративность. Вот эти кривые стволы питоспорумов. На нем плоды будут красные такие, красивые. Начиная от желтого, заканчивая оранжевыми, красными плодами. Ну, у нас, не знаю, скорее всего, плодов не будет. Потому что зацветает он зимой. И плоды, если теплая зима будет, тогда плоды будут. Если нет, будет холодная минусовая температура. Скорее всего, все эти цветы, все эти завязи вымерзнут. Ну, первый год. Наблюдаю, смотрю, высадил в открытый грунт. Буду с вами делиться. Большинство людей боится этого делать, высаживать растения, экспериментировать. Ну, вот для тех, кто боится, вот я на своем опыте буду показывать и рассказывать. Вот это растение стоит сажать, оно перезимовывает, смысл имеет. А вот это, допустим, не стоит сажать. Потому что оно вот вымерзает, допустим, при минус пяти или при минус семи градусах. То есть, ну, вот как-то так. Пальмы тоже вот экспериментирую и пробую. Вот эти вот у меня зимовали прямо вот в горшке, вот на улице. Они пообмерзали, но вот видите, отбивают. Это финик, финик, финик пальчатый. Часть тут захеди, вот эти захеди, это белый финик. Вот, видите. Да, пообмерзал он, да, туда-сюда. Ну, пробую. Что-то все равно из этого выживет. То, что выживет, то пойдет в грунт. Буду пробовать его все-таки с частичным укрытием. Возможно, получу какой-то финик там из ста, из тысячи штук, что я посею, получу более-менее крепкий, который будет расти в грунте. Пробовал один год сажать финик. Я снимал там видео. Финик пальчатый. Вот такого же возраста, как этот. Ну, младше на год. На год раньше его высаживал. Высадил в грунт, пытался его укрывать. И сделал из пеноплекса для него укрытие. В общем, не любит он влажность. У нас зима не сухая, а влажная очень. Сначала идут сильные-сильные дожди. Потом начинает идти снег, и сразу идут морозы. То есть все вымерзает, промерзает. То есть вот такая вот у нас температура. Это для тех, кто не знает, это Краснодарский край. В двух километрах от Краснодара я живу. Это республика Адыгея, скажем так. Ну вот, территориально, чтобы вы понимали. Зона седьмая. Морозостойкости. В общем, как-то так. Вот это заношу я. В грунт его сажать не буду, однозначно. Вот этот буду заносить. Хомеропсы хочу высадить в грунт. Вот хомеропсы, корделины хочу высадить в грунт. В Вашингтоне хочу высадить в грунт. Но это не в этом году будет. Это на следующий год, когда будут у меня клумбы. Туда будет все высаживаться. Вот. По вот этим растениям, в принципе, то, что вот хотел, я показал. Вот. По остаткам растений, то, что вот у меня осталось, то, что тоже хочу посадить. Это пойдут у меня фатинии. Вот. Здесь два сорта. И у меня из черенков там есть выращенные, укоренились. Тоже пойдут в открытый грунт. Что касается фатинии. Так. По пальмам немножко вот у меня поставали здесь пальмы. Вот корделина. Вашингтония. Хомеропс. Вот трахикарпус небольшой. Финик пальчатый. Джамбо королевский. И вот две, два этих самых, юбейчий лиской. В общем, вот так они сидят. Постоянный сорняк какой-то нарастает. Прорываю. Ну, в общем, вот юбейчий лиски, две штуки, которые вот я купил, из Сочи привез. В общем, вот есть. Вот видите, уже начинают вот листья новые влазить, они начинают вот делиться. Вот. Видите, вот уже листики. Вот пошел делиться. Ну, растет очень медленно, сразу скажу. Медленно растущая пальма. Соломовья пальмы еще ее называют и так далее. Здесь вот у меня растут мои сеянцы. Это вечно зеленые секвои. Вот это секвои у меня. Вот в открытом грунте. Не знаю, тень падает, наверное, от меня. Вот. Растет, прекрасно себя чувствую. Вот криптомерия тоже, пожалуйста, в открытом грунте растет. Это я ее перед зимой посадил в открытый грунт. Здесь у меня еще есть собаль минор и собаль пальмета. Вот они. Это собаль пальмета. Вот он. Сорники, конечно, уже забивают. Надо тоже прорывать все. Периодически прорывая. Вот это собаль пальмета. Собаль минор. Вот. Вот собаль минор. То есть, ну вот, они еще маленькие пока. Тоже планирую выращивать их в открытом грунте. Ну, естественно, тоже с частичным укрытием. Либо с полным укрытием. Буду смотреть температурно, как это будет. Иногда у нас зима бывает теплая. Там минималка, там минус 5, минус 7 бывает. То есть, тогда можно не укрывать. А когда бывает температура ниже, допустим, минус 10, минус 12, минус 13, минус 15. Конечно, это надо укрывать растение. Потому что, ну, товарный вид весь теряется. Вот. На солнце, смотрите. Цикос. Видите, обгорает. Хотя он стоит здесь в полутени, но, видите, пообгорал все равно. Вот. Снизу начинает вот тут расти. Вот. Новые листья. Посмотрим. Араукария. Разнолистная. Ну, в принципе, сидит в горшке нормальная. Естественно, в открытом грунте она расти не будет, замерзнет. Поэтому, ну, чуть попозже пересажу ее, наверное, в большую емкость. Пока вот в трешке сидит. Ну, скажем так, условно на солнце стоит. Даже не полутень солнца. Ну, сильно так не обгорело, чтобы сказать. Нормально. Пока такого, честно говоря, сильного солнца и нет. Это различные маракуйя или пассифлора. Вот. Тоже понасеял. Полно ее. Так в горшках и растет. Вот. Плетется здесь. Для эксперимента пробую. Смотрю. Ну, зимой перезимовала она. Перезимовала. Ну, под укрытием. Под легким. Вот. Что еще такого? Сейчас покажу. Покажу. Вот. Часть эти питоспорумов также пойдут в открытый грунт. Только на другие клумбы. Арбутусы есть тут у меня еще. Арбутусов осталось немного. Сейчас покажу. Вот раз арбутус. Вот два арбутус. Два штуки. Два штуки я вижу. Больше не вижу. Вот два штуки арбутуса осталось. Поэтому кому нужны арбутусы, приходите. Потом осенью арбутусов не будет. Вот. Кому нужно, приобретайте. Арбутусы закончатся к осени. И питоспорумы кому нужны, приходите, приобретайте. Потому что осенью питоспорумы тоже закончатся. До осени я все высажу в открытый грунт. И немножко осталось у меня этих олеандров. Вот видите. Вот один из которых начал цвести, я его высадил в открытый грунт. Чтобы он не мучился в горшках. В трешках сидят. По 650 рублей. Высота их, я не знаю, сантиметров 80, наверное. 60-80. То есть трехлитровые горшки. Цена вообще смешная. Поэтому кому надо, приходите, приобретайте. Если нет, я их ближе к лету высажу. В июне высажу уже в открытый грунт. Будут расти в открытом грунте. Потому что мучаются они же в трешках. Места мало. Также вот у меня очень много вот таких вот лавровишен португальских. Одну высадил. Ну, еще, конечно, пару штук куда-то высадить. Похожу, посмотрю. Найду место, высажу. Пока места не могу найти. Это по-португальским. Вот одна из подписчиц мне вчера принесла лавровишню. Выкопала из... Она выращивала ее из черенка. Сказала, как-то сорт называется. Честно говоря, забыл. То ли навита, то ли еще как-то. Вот. Кто знает, напишите, пожалуйста, как называется сорт в комментариях. Будет мне очень интересно. Тоже вот хочу его высадить. Вчера, конечно, она завяла очень сильно вот эти кончики. Пересажена была с открытого грунта. Я полил ее. Ну, вот видите, поднялась. Все, в тенечек поставил. Чувствует, в принципе, себя хорошо. Также, смотрите, в продаже есть у меня эти ногоплодники. Немного. Тут раз, два, три, четыре штуки всего осталось ногоплодников. Кому надо, приходите, приобретайте. Потому что потом уже не будет. Пойдет что-то в открытый грунт. Что-то родителям отдам. И так далее. Пока в наличии они есть. Вот. По лавровишне португальской тоже есть в наличии. Из семян вот у меня есть вот португальского. Видите, лавровишня выращена. Тоже есть. В принципе, две штуки тут из семян. Две или три штуки. Три штуки из семян есть выращены. Остальные вот такие уже взросленькие кустики. Вот. То есть посадите, сразу они будут расти. Кунингами. Вот. Кунингами. Две штучки всего есть. Вот две штучки. Вот держу их для себя. Посмотрю. Тоже куда-то хочу высадить. Также есть камелии китайские. Но они пока еще маленькие. Вот видите, вот они. Вот. Камелия китайская. Вот видите, всходит. Вот она. Вот сходит. В общем, есть камелии китайские. Буду пересаживать их тоже в открытый грунт. Прямо штук 4-5-6 штук посажу. Ну, чтобы в разных местах. Она вечно зеленая. Ну, чай, чтобы рос у меня дома чай. Он и цветет красиво. Вот. В общем, как-то так. Осталось две штуки в наличии у меня. Сосна итальянская. Вот. Две штучки всего. Вот. Пожалуйста. Вот. Кому надо, в наличии есть. Одну могу продать. Две нет, одну могу продать. Одну держу на запас, если там, которую я высадил в грунт, не приживется, чтобы на ее место пошла вот. Одна из них. То есть, одну оставляю себе, одну могу продать. Вот. Вот так вот они выглядят. Вот сосна итальянская. Голубненькие. Смотрите, какие. В трехлитровых горшках. Одна в трешке, другая в двушке. Вот. В принципе, все. Вот все, что хотел показать, показал. Был сильнейший ветер у нас. Очень сильно потрепало болотный кипарис. На нем уже семена, конечно, шишки завязались. Покажу. Вот. Вот в этом году. Ну, видите, он такой согнутый. Ну, ничего. Ствол чищу. Потихоньку-потихоньку его выгоняю туда, верхушку. Так же, как и мета-секвой. Вот, посмотрите, мета-секвой уже больше трех метров. Вот. Тоже гонится вверх. Вот это у меня кедр атласский. Ну, такой уже метр-полтора, наверное. Вот. Этот, наверное, уже ближе к двум. Это кедр гималайский. Вот такой голубой. Вот такой красивый. Вот, смотрите, какие макушка. Да, уже выше меня рост. Ближе к двум метрам. Метр восемьдесят, наверное. Вот, камелия китайская, пожалуйста. Вот есть. По-моему, это камелия китайская. Но могу ошибаться. Вот, китайские камелии, вот они. Это сто процентов. Здесь что-то вот в общем... Ну, в общем, в горшке что-то взошло. Не знаю. Может, это не камелия китайская. Может, что-то другое. Так. Может, это пекан даже орех. Скорее всего, на орех похоже. Орех пекан, скорее всего, будет. Вот, очень много посадило здесь всяких растений. Любей чилийский, что я привез. Ни одна не взошли. Вот они, видите, семечки. Сидят. Не взошли. Вот банан один перезимовал. Вот это камелия китайская. Все повсходило. Дуб пробковый один я вам показал. Один есть у меня здесь вот. Вот еще. Вот. Дуб пробковый один есть. В наличии. Вот. В принципе, под продажу могу продать. Чуть подрастет. Вот. Вот еще камелия китайская. Вот. Или краснодарский чай еще называют его. В общем, по растениям у меня как-то так. Что вот. Что есть, то есть. Немножко пооставалось. Динго Белоба. Таких взросленьких относительно. Ну, штук шесть, наверное, есть в наличии. Вот. Поэтому торопитесь. Кому надо, приходите, берите. Может не остаться до осени. Если ждете до осени, до осени может не быть. Болотные кипарисы прошлогодние. Ну, сантиметров, наверное, 60-80. Высота прошлогодние. Высадите в грунт. Вот. Будут они вот такие высокие, большие, красивые. По этим самым. Альбиции. Альбиции две штуки осталось. Разбирают. Осталось две штуки. Кому надо, так же приходите. Есть кизильник. Очень интересный. Кизильник блестящий. Вот. Можете выращивать в виде деревца аккуратненько. Он будет красиво свисать. Вертикально подвязываете к пруту. Вертикально он растет. Нише аккуратненько обрезаете, чистите. И верхушка уже начинает свисать. Вот так. Ну, красиво будет. Такая, как плакучая форма. Кедры есть. Такие взросленькие. Кедры гималайские, ливанские, атлаские есть. Ну, в общем, вот так. Кипарисы есть около метра высотой. Может 80 сантиметров. Метр. Есть такие в пятерках. Тоже, в принципе, в наличии есть. Кому надо, тоже пишите. Приходите. Забирайте. Потому что... Ну, кипарисы-то будут у меня еще. У меня их много. Вот. Есть виноград. Виноград закрытый корневой. Ну, может быть, тут кустиков 20 осталось. Вот. Остальное будет с открытыми корнями. Это осенью будет. Кому надо сейчас высаживать виноград, приходите. Пока виноград есть в наличии, приобретайте. Потому что потом виноград уже будет осенью. Даже вот когда уже начнется листопад. Это, наверное, ноябрь месяц, конец ноября. Выкопка будет винограда. Вот. Ну, клёны, соответственно, есть. Вот разные. Вот здесь в тенечке стоят. Вот такой цвет на солнце. Клён, который растет. То же самое. Клён. Это клён серебристый. Вот посмотрите. На солнце какой он красивый. Красная такая листва. Ну, вот так вот он выглядит. Вот. Вот такие листья. Вот, смотрите. Очень ярко, красиво. Ну, красивый на самом деле растение. Ну, что-то встали у меня. То так хорошо приобретали, шли, ну, стоят. Дубы каменные два штуки есть. Вот. В принципе, под продажу есть. Рябина есть. Вот. Красная рябина крупная. Оранжевая такая крупная. Вот есть два саженца. Вот один. Вот второй. И вот третий. То есть, кому надо, очень красиво выглядит. Висит с красными гроздями ягод крупными. Вот. Тоже довольно эффектно. Я бы себе посадил, но у меня уже сажать некуда. Вот. Ну, в общем, как-то так. Куча разных горизонтальных можжевельников также есть в наличии. И надоращивание. Для тех, кто хочет, надоращивание. Есть растения. Маленькие укорененные черенки. В девятках, пожалуйста. Есть вот такие вот, видите, сеянцы платанов. Вот. Это платан. Огромные деревья. Вот. Кому надо. Вот они есть. Кто-то их с кленами путает. Но это не клены. Это платаны. Вот. Есть гортензии, кстати говоря, уже которые вот зацветают. Вот в горшках. Вот видите. Уже цветоносы. Завял, конечно, он сейчас полил. Вот начинает подниматься. О чем я и говорю. Надо следить. Гортензия сразу показывает, что ему, ей требуется вода. Хочет пить. И также показывает, что ей нужно пить. Это павловня войлочная. Тоже сразу видно, листики начинают вянуть. То есть листики завяли, значит, она хочет пить. Надо срочно поливать. Ну вот здесь, видите, все листики стоят. Завялых нет. Ну вот там вот, допустим, если туда мы пройдем, там есть такие прям вяленькие. Хотя я недавно их поливал. Ну здесь вот видите, нормально. Вот это, видите, подвяло. Вот подвяло. Вот он, видите, и земля сухая. Нужно полить. Вот видите, подвялые стоят. Вот завялые. Земля сухая. Вот он хочет, чтобы его полили. То есть нужно срочно полить. Вот. Не надо дожидаться вечера или завтрашнего утра, чтобы полить. Если видите вот такая ситуация, поливайте сразу. Иначе сдохнут ваши растения. Вот. В общем, как-то так. Здесь тоже куча всего насеяно, пока не зашло. До июля месяца жду. Взойдет, зайдет, не взойдет. В трешку пересыпаю. Пересаживаю-то кипарис или еще что-то. В общем, как-то так. Вот еще у меня куча кипарисов, сеянцев. Прошлогодних. Которые тоже надо пересаживать в П-9. Места нет. Поэтому пока так сидят. В этом году кипарисы не съел. Из малышни есть очень много тисов у корененых. Вот они идут уже в рост. Разные смарагты. Голден смарагт. Обычный смарагт. Куча горизонтальных можжевельников есть. Потом есть купрессо-ципарисы. Кипарисовик Лейланда. В общем, такое вот. В общем, как-то так. Поэтому молодые кустики винограда также вот посадил. Вот, растут. В принципе, сильно у меня виноград, вот видите, не обломало. За счет того, что он был подвязан. Павловня, смотрите, вот. Сильно его повредила. Вот била об арку, об железку. Вот видите, ободрала. Сейчас покажу. Вот об эту железку била. Хотя расстояние до нее, не знаю, сантиметров 50. Ну, болтала, била. В общем, ободрала. Кучу листвы поблетала. Сильный ураган был. Ну, павловня ни одна не упала. Кипарисы очень сильно болтала. Ну, кипарисы тоже все стоят. Вот. В общем, как-то так. Спасибо за внимание. До свидания.